Мехеда, 28, 257, Диане, 13, 4. Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли к Елевке, а тут отплыли в Кипр. И бывшие Соломини проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Приняв вместе рукоположение, Варнава и Павел вышли из Антиохии и отплыли в Кипр, где не было гонений и Слово Божие уже было посеяно. В Антиохии находилась довольно учителей, и Финикия была недалеко от Палестины. Кипр же далеко. Впрочем, не спрашивая, почему они отплыли туда, когда они были движимы Духом, ведь они не только рукоположен, но и постны были Духом. Видишь ли, как они всячески стараются возвещать Слово наперед иудеям, чтобы не возбудить их негодование. Как те не проповедовали никому, а только иудеям, так и эти ходили в синагоги. Прошедший же весь остров до Павла, нашли они некоторое волхвалы же пророка иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а Элима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Опять волхв иудеянин подобно Симону. И смотри, когда они проповедовали другим, то он не слишком беспокоился, но когда пришли к проконсулу, тогда он восстал. К проконсуле же достойно удивления то, что он хотя и был под влиянием магии того волхва, однако захотел слушать апостолов. Так поступили и самаряне. А из сравнения являются победы, так как магия одолевается. Ведь и тщеславие в властолюбии бывают причиной зол. Но Савл он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Здесь с рукоположением переменяется его имя, тоже было и с Петром. И смотри, действие Павла есть не обида, но поражение. Так и следует, поражать дерзких и бесстыдных. Здесь он открывает то, что было в мыслях волхва под видом спасения губившего проконсула. «Да коли не перестанешь!» «Конечно, — говорит, — ты не с нами ведешь войну и брань, но развращаешь пути, Господне правое, и с похвалой. И вот ныне рука Господня на тебя. Посредством того же знамения, каким сам был обращен, захотел обратить и его. До времени, — говорит, — это было словом не наказывающего, а обращающего. Потому что если бы оно было словом наказывающего, то он сделал бы его навсегда слепым. Теперь же не так, а до времени. Стих 11. Вдруг напал у него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господне. И справедливо, потому что находившееся под влиянием магии такое наказание должно было вразуметь. Так египетские волхвы некогда были вразумлены скнипами, комарами. И смотри, они не медлят здесь, после того, как проконсул уверовал, и не бездействует, и не разнеживается от лести и чести. Но точно же принимается за дело и отправляется в страну, лежащую по ту сторону моря. Отплывшие из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию и Палфилию. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, приходя от Пергии, прибыли в Антиохию в Писидийскую, и, шедши в синагогу, в день субботний сели. Опять они входят в синагогу по обычаю иудеев, чтобы не подвергнуться нападению и изгнанию. Так они и все делали. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, мужи и братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Здесь мы узнаем о том, что касается Павла, узнав немало о Петре и сказанного прежде. Но рассмотрим вышесказанное. И были в Соломине, возвещая слово Господне, в главном городе Кипра. Они провели год в Антиохии, надежало выйти оттуда, а не вставать там навсегда. Верующие имели нужду в больших учителях. Смотри, как и все легкие, они немедлят, зная, что ее жители могли получить великую пользу от соседнего города. Но спешат и оттуда на дела нужнейшие. Пришедшие в главный город острова, они спешат обратить проконсула. А что не из лести сказано было, что с мужем разумным. Можешь усмотреть и с самого дела, как он не нуждался во многих убеждениях, но сам хотел слышать их. Имена городов перечисляет апостол, чтобы показать, что так как они недавно приняли Слово Божие, то он бежал утвердить их, чтобы они оставались в двери. Потому что апостолы часто посещали их. Смотри, Павел ничего не говорит волхву, пока тот не подал повода, но они возвещали только Слово Господне. А тот, видя других, вынимающих Павлу, заботился только о том, чтобы проконсул не уверовал. И почему Павел не сотворил другого знамения? Потому что всего лучше было уловить врага. И смотри, он прежде обличает, а потом поражает. Что тот справедливо пострадал, это он означает и словами. Исполнены всякой неправды, то есть не имеющие ничего свободного от обмана. И хорошо сказал, всякое льстись, потому что тот лицемерил. Сын дьявола, потому что совершал его дела. Враг всякой правды, потому что здесь поистине была всякая правда. Мне кажется, что этими словами он обличает и его жизнь. А чтобы показать, что это сказано не по гневу, для этого писатель предварительно и заметил, исполнены Духа Святого, то есть силы его. И вот ныне рука Господина тебя. Это было не наказание, но врачевство. Он как бы так сказал, не я действую, но рука Божия. Видишь, как он чуешь гордости. Будешь слеп. Говорит это, чтобы дать ему время для покаяния. Они, апостолы, никогда не хотели являться слишком строгими. Хотя бы это было и в отношении к врагам. В отношении к своим это было сообразно. А в отношении к чужим нет. Чтобы известное дело не показалось следствием принуждения и страха. Признак слепоты. Искание вожатого. Затем проконсул видит слепоту и тотчас верует. И не просто, но дивясь. Он увидел, что здесь ни слова и ни обман. Смотри, какой питал он любое к учению, имея такую власть. Не сказал Павел Волху. Да коли не перестанешь развращать. Про консула, но пути Господни, что гораздо важнее, чтобы не показаться льстецом. Почему же Иоанн отстает от них? Иоанн говорит, отошел. Потому что они отправлялись в дальний путь. И хотя он был их слугою, но они сами взяли на себя этот труд. Посетив опять Пельги, они проходят мимо других городов, потому что спешили в главный город Антиохию. И смотри, как кратко повествует писатель. Сидели, говорит, в соннище, в день субботний, чтобы приготовить путь к слову. Они говорят не прежде других, но будучи вызваны, когда их как гостей пригласили к тому. Если бы они не находились там, то не было бы и слова. Здесь Павел проповедует первое. И посмотри на мудрость его. Он проходит мимо тех мест, где уже было посеяно Слово Божие. А где еще не был никто из проповедников, там останавливается, как и сам он пишет. Поэтому мы старались сеять уже не на готовом. И это было свойством его великого мужества. Подлинно. С самого начала он был муж удивительный. Распявшись для мира, вооружившись духовно, он знал, какая была в нем благодать. Соразмерный тому оказывал и ревность. Он не разгневался на Иоанна, это не было ему свойственно. Но принялся за дело, не убоялся, не устрашился, подвергаясь опасностям среди народа. Смотри, как хорошо устрояется, что Павел не проповедует в Иерусалиме. Там довольно было только слышать, что он уверовал. А проповеди его не стали бы слушать по ненависти к нему. Потому он отправляется далеко, где не знали его. Во-первых, он обличает волхва, каков тот был. А что он действительно был таков, доказало знамение. Оно было знаком ее душевной слепоты. Он страдает до времени для того, чтобы покаялся. Хорошо, они вошли в синагогу в субботу, когда все были собраны. Смотри, они сделали это без зависти. А после не так. Если вы сами хотели этого, пригласили, сказать слово, то тем более надвижало увещевать. Но о властолюбие, отчиславие! Как оно низвращает и губит все! Оно побуждает восставать против спасения своего и других. Оно уродует и ослепляет, так что приходится искать вожатых. И о, если бы так, если бы они искали вожатых! Но даже и этого не хотят делать, полагаясь во всем на самих себя. Оно не дает им видеть ничего. Окружает их, как бы какая мгла и мрак, не дозволяя прозреть. Какое будем иметь оправдание мы, которые побеждаем страсть страстью, а не страхом Божьим? Например, многие, будучи сластолюбивы и сребролюбивы, обуздывали сластолюбие из-за сбережения денег. Другие, напротив, для удовольствия пренебрегали деньгами. Иные, увлекаясь тщеславием, презрели и то, и другое, и сдерживая деньги беспощадно и соблюдая целомудрие в суе. А иные, будучи крайне тщеславны, пренебрегли этой сластью и страстью, совершив много постыдного. Так, из-за плотских удовольствий, так и из-за денег, еще иные, чтобы удовлетворить своему гневу, решаются на бесчисленные издержки и не заботятся ни о чем, кроме того, чтобы только сделать по своему желанию. Так, что может сделать страсть, того у нас не делает страх Божий. Что я говорю, страсть? Что может сделать стыд человеческий, того не делает страх Божий. Много хорошего мы делаем, много и грешим, стыдясь людей, а Бога не боимся. Как многие расточили свое имущество из стыда, как многие тщетно домогались в почести, услуживая друзьям своим во зле. Как многие и как много согрешили в угодной дружбе. 261. Итак, если страсть и стыд перед людьми могут побуждать нас и к грехам, и к добрым делам, то мы напрасно говорим, что не можем обуздывать страсти. Мы можем, если пожелаем. А желать должны все. Скажи мне, почему ты не можешь преодолеть тщеславие, когда другие преодолевают, имея такую же душу, такое же тело, такой же внешний вид, живя такой же жизнью? По мысли о Боге, по мысли о высшей славе, противоставь ей настоящее. И ты скоро отстанешь от него, тщеславие. Если ты непременно желаешь славы, то ищи славы истинной. Какая это слава, если она приносит бесчестие? Какая это слава, если она заставляет искать честь от низших и имеет в ней нужду? Честь состоит в том, чтобы пользоваться славой от высших. Если ты непременно желаешь славы, то ищи лучше славы от Бога. Возлюбив эту, ты будешь пренебрегать тою. Увидишь, как она бесчестна. А пока не узнаешь этой, да то ли не увидишь, как та постыдна, как смешна. Подобно тому, как те, которые пленились какой-нибудь женой, злой, безобразной, бесстыдной, пока питает к ней любовь, не могут видеть ее безобразие, потому что страсть помрачает рассудок. Так и здесь. Пока обладает нами эта страсть, мы не можем видеть, каково это зло. Но каким же образом, скажешь, мы можем освободиться от нее? Вспомни о тех, которые расточили множество имущества и не получили от того никакой пользы. Вспомни об умерших, какой они наслаждались славой, и она оказалась непрочной, исчезла и рассеялась. Пойми, что она есть одно только имя и не имеет в себе ничего существенного. В самом деле, скажи мне, что такое слава? Сделай какое-нибудь определение. Быть для всех скажешь предметом удивления. По праву. Или не по праву. Если не по праву, то это будет не удивление, а порицание. Лесть, клевета. Если по праву, то это невозможно, потому что народ не имеет правильных суждений, а удивляется тем, которые угождают его желаниям. Если угодно, посмотрите на тех, которые дарят свое имущество блудницам, наездникам и плесунам. Но скажешь мне, не говорим, а о честных, справедливых, могущих делать много доброго. Точно, если бы захотели, то скоро делали бы много доброго. Но ныне ничего такого не делают. Кто ныне, скажи мне, хвалит честного и справедливого? Противно этому делается. И что отвратительнее такого праведника, если он, совершая какое-нибудь доброе дело, ожидает славы от толпы? Он делает то же, как если бы какой-нибудь отличный живописец, рисуя портрет царя, ожидал похвал от неопытных. С другой стороны, кто домогается славой от людей, тот скоро оставит дела добродетельные. Кто же дает похвал, тот делает то, чего желают другие, а не то, чего он сам. Что же делать, я советовал бы вам? Внимать Богу, довольствоваться похвалами от Него, делать все благоугодное Ему и совершать добрые дела, не прилипаясь ни к чему человеческому. Это пристрастие к земной славе вредит и посту, и молитве, и милостыне, и делает счетными все наши добрые дела. Потому, чтобы не потерпеть этого, будем убегать этой страсти. Будем иметь в виду только одно – похвалу от Бога, одобрение от Него, прославление от нашего общего владыки, чтобы, прожив добродетельную настоящую жизнь, нам сподобиться обетованных благ, любящими Его благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, в котором отсутствует Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресной, и во веки веков. Аминь.